Еще год назад ребят, занимающихся таким видом спорта в нашей области, не было. Тренироваться на льду они стали благодаря Юрию Чекмареву. Он занимается слэш-хоккеем год. Начал тренироваться в Ижевске. Там он выступает за сборную Удмуртии. После свадьбы Юрий переехал в Оренбург. Хотел узнать, где можно заниматься между сборами и был неприятно удивлен. Сказали, что такого у нас нет вообще. И вот вышел на общество инвалидов, на мирного. С Виктором Леонидовым начали этот вопрос решать. В Оренбургском областном обществе инвалидов идея создания команды, занимающаяся этим подвижным и динамичным видом спорта, понравилась. Инвалидам показали видеоролики с игр и сразу появились добровольцы. Поддержали начинающих спортсменов и в Министерстве спорта, и в Ледовом дворце «Звездный». Мы с пониманием здесь все отнеслись. Выделили нам тренажерный зал. Лед сразу выделили. Вот сейчас мы 4 дня в неделю на льду, 2 дня в тренажерке. Пока ребята выходят на лед не в форме. Хоккей довольно затратный вид спорта. Сани я привез в Сугмурки, клюшки я привез в Сугмурки. Белые тигры, как бы команда, вроде мы написали письмо, они нам обещали помочь. Пока оренбургская команда состоит из 6 человек. Занимаются 6 раз в неделю. Чтобы попасть на тренировку, ребятам приходится вставать с петухами. На лед они выходят с 6 до 8 утра. Хоккеисты к такому графику уже привыкли. Но, к сожалению, заниматься хоккеем могут не все желающие. На колясках ребята без двух ног попробуют. Кто-то из области их хотят попробовать. А как их привезти сюда, опять трудно. Сейчас в России всего 6 городов, где созданы команды по слэш-хоккею. Только начинает развиваться этот вид спорта в Казани, Уфе и Новосибирске. Юрий Чекменев говорит, у оренбургских ребят все получится. Ведь желание заниматься у них огромное. Остальные проблемы можно решить. Карина Тимкова, Дмитрий Примачек. Новости дня.